Восвятая служба информации и телерадио компании Гомель, у студии Натальи Игнатенко, Доброй Раницы. Старшиня комитета Держконтроля Гомельской области Александр Атрощенко провел прием грамадяну Мазыры. Спочатку отбылась горячая линия по телефону, а после прием по собистых питаниях. Про то, что хваляю Жихару района, доведались корреспонденты телеканала Мазыр. Мазырани, которые пришли на прием до старшиня комитета Держконтроля Александра Атрощенко, сказали про наболелые. Кому здесь потребовались отломашения, особные вопросы взяты на особливый контроль. Три года пытаюсь вернуть свои деньги от мошенника одной из фирм. Уже поэтому пришел на прием сюда, к этому человеку. И надеюсь, что хотя бы здесь помогут. В Мазыре прошли все ступени. У меня есть документы, что я переводил за автомобиль деньги. Тот человек от слов, ему почему-то на слово верят, а мне с документами не верят. Ганна Васильевна – представник Жихаров 9-й Поверхового дома по улице Советской. С момента его будовництва прошло уже 40 годов. Активистка, якую повноважили жахары, добивается проведения капитального ремонта. Понимаете, дому 37 лет. Девятиэтажный дом. Он скоро рухнет. На приеме по особистых пытаниях керовник областного Держконтроля, выступая посредником по межрадовыми мазыранами и отповедными службами. И, как правило, такое посредництво подскараясь, спрашая процесс выращения проблем. Проезжая в районы, я не только решаю или стараюсь помочь людям решить возникающие проблемы, одновременно я и изучаю положение дел в районе через призму обращений граждан. Как работают службы района, как организована эта работа, как выполняются свои обязанности другие службы. До речи, в целом управлении с минулыми годами в Мазырском районе колька скарга на парадах поменьшилась, а вось повторных зворотов на двород стало больше. Самыми актуальными темами по ранейшому застаются питания жильево-коммунальной господарки, приватизации, архитектуры и будовництва, социальной обороны и правоохранных органов. Виктория Синицкая, Светлана Груцько, Вячеслав Прописнов, телеканал «Мазыр» специально для телерадиокомпании «Гомель». Протягиваем выпуск. Год культуры – это не только творческие мероприемства и акции, выставы и презентации, литературные вечеры и концерты. Это еще и повышение культуры в творчестве. От того, на каким обсталевании, с каким настроем працуют люди, у многим залежит кончатковый выник любой працы. Приклад зладженной и поспеховой работы у этого на керунку – открытое акционерное товариство «Гомель Хлеб Прам». Тут распачали реализацию нового проекта. Подребязности в наступном сюжете. Все лето на предприемстве начали выпускать абсолютно новые виды продукции. У Вогуля ассортимент тут меняется литерально что месяц. Алия зараз ставка робится на здоровое харчевание. У «Гомель Хлеб Прам» распрацована целая линейка корыстных для здоровья присмаков. Наприклад, печенье с вотрубьем и хлеб с пророщенным зернем. Кожны ведут, что пророщенная зерня корыстная для здоровья. Алия такая ежа в чистом выгляде на любителя. На «Гомель Хлеб Прам» вырошили корыстное и смачное сполучить. И почали выпускать эксклюзивный для Беларуси продукт – хлеб с пророщенным и ржаным зернем. 250 наименее продукции сучастной механизованной линии, коллектив профессионалов. Гэта «Гомель Хлеб Прам» сёння. А ясша некольки годов тому ассортимент был совсем невеликий. Можно было перелечить по пальцах. Кожную линию обслуговывало некольки человек. И их праца была вельми складанной и напруженной. Дякуючу модернизации, контроль амаля за кожным технологичным процессом ожитивляется автоматично. Но галлоны не просто максимально загружать вытворчесть, а выпускать продукцию, какую за довольнением купят люди. Тому и новые выработки створаются с уликом этого потребования. Печенье, которое является с большим содержанием сахара, жира и высококалорийным продуктом, сегодня, наверное, не интереса уже особого не представляет ни на рынке и не является, так сказать, интересом для покупателя. А вот печенье с зерновыми добавками, где используются зерновые смеси, они являются истинной новинкой. Во-первых, снижается калорийность печенья в разы. И это несет за собой, как я считаю, здоровую пищу. Сдавалось, або хлебобулочные выробы – это то, что зауседы на наших столах. В поле опошние годы кулинарные цехи сетковых магазинов забрали 25% рынку этой продукции, что значительно ускладнило работу Гомель Хлеб Прама. Однако любая конкуренция – штуршок для развития. Минавито так разважают на предприемстве. Чтобы удержаться в сегодняшний день на рынке, мы осваиваем новые технологии, новые изделия. Совершенно недавно поставлены на поток производства венских пирогов, которые уже осваивают рынок, которые освоили эту продукцию не только на внутреннем рынке, но и, как мы называем, на внешнем рынке. То есть это наши внешние сетевые магазины. Азаразу в планах повеличение объема выпускаемой продукции. Хлеба человек больше, чем привык, не съесть. А вот привабить покупника кулинарными выработками можно. Это как раз стойный керунок, который сейчас нужно развивать. Тем более, что отметная риса любой продукции Гомель Хлеб Прама – выключна натуральная сыровина. Об этом свечить не только смак хлеба, пьячинь, пирогов и других присмаков, но и их непротяглые термины заховывания. Марина Северьянова, Валерия Гапанько, телерадо и компания «Гомель». В Гомеле затверждены новые проекты конструкции и будовнества областной дитячей больницы. Медицинский комплекс будет размещен в центре города. Побач со старым будинком больницы на Жарковского возведут семиповерховый хирургичный корпус. Коли тут примут первых пациентов, доведалась Ганна Ковалева. В этом будинке, сгодно с планами управления оховой здоровья Гомельского областного значения, своих первых пациентов. Дитячая больница примет уже практически два года. Миноваты такие термины, отведенные на подавничество больничного комплекса. Он появится на месте иснуючей дитячей больницы по улице Жарковского. В этом и соседних будинках номер 9 и 7А будет проведена реконструкция, а Побач вырастет семиповерховый хирургичный корпус. Сумма строительства и реконструкции предполагается около 750 миллиардов. Эта сумма просчитана всеми заинтересованными службами и ведомствами. Если бы мы реализовали проект, как я вам докладывал ранее, нового строительства, он бы требовал вложения финансовых средств более 2 триллиона рублей. Это получается 70% годового бюджета в отрасли здравоохранения. После реконструкции фонда установки Аховы Здоровья повеличится амалю полтора раза. С 362 до 538 месяцев. Первый этап удовництва завершится до конца Красавика. Плануется снести непотребное господаршее побудово и проступить до рыця котлована. Медицинское обсталевание для установки будет закоплено Министерством Аховы Здоровья. Первые поставки почнутся в этом году и будут исти на протягу усягу удовництва. До момента разрозания червонной стушки больница будет целиком укомплектована. Это полностью, я уже детально тоже сам проработал этот вопрос, полностью удовлетворит потребности всего детского населения по всем профилям. Хирургического, терапевтического, лор-патологии, травматологического и так далее и тому подобное. Ну а дети это наше будущее все-таки. Это потенциал, трудовой потенциал, который действительно даст экономический рост в Гомельской области и Республике Беларусь. На режим работы детячей больницы реконструкция поуплывать не повинна. Работы будут организованы таким чином, как маленьких пациентов не пришлось отправлять у иншие медустановы. По слову Кировництва Управления Аховы Здоровья в области, будовництва будет завершена строго у термин. Ганна Ковалева, Игорь Марышченко, Телерадо, компания «Гомель». Минулую субботу многие гамельчане провели за громадской корыстной справой. У районах областного центра пройшли первые в этом году субботники. Жадание по удельничать у них выказали коллективы установ, предприемства у организации города, школьники и студенты. Гамельчане взяли у руки прилады працы, метлы и грабли, как привести у парадок в улицы, скверы и дворовые территории. На ровне со звичайными гораджанами працевали и представники улады. За добрую справу взялись и так само священники. Представники гамельской епархии працевали над доброапорадкованием водной крыницы в районе в улице Подгорной на территории Чугуночного района. Хочу благодарить администрацию Железного района о том, что мы пришли на это место. Здесь бьют святые ключи. И один из ключей посвящен честь казанской иконы Божией Матери. В будущем планируется здесь возвести часовню на этом месте и купальню, где бы человек мог прийти и спокойно окунуться в святом источнике, набрать святой воды. Мы ставим перед собой большие задачи по этому месту. Это только первый шаг. Мы надеемся, что в последующем здесь будет место, которое полюбится горожанам. И сюда будут приходить люди всей семьей не только набрать воды, но и в праздник искупаться и просто провести в красивом месте время свой досок. Среди, полученные от проведения районных субботников, будут накерованы на доброе упорядкование, финансование социально-значных объектов, проведение культурно-массовых и других мероприемств. До других тем. Университет имя Франциска Скарины выбрал мистера 2016. Одна из головных подеек студентским життям научной установы выкликала небывалый интерес. Все лето конкурсу исполнилось 25 годов. За тем, что отбывалось на сцене и кому достался головный титул, назирали наши корреспонденты. У глядельной зале сотня захопленных вачей. На сцене семь претендентов. Головный пресс – титул «Мистер университета 2016». Кожный год гэта конкурс выкликает неподробную цикавость и воудельников, и углядачов. А почалась гэта гистория 400 годов тому. Когда 25 лет мы проводили на приличном уровне, сейчас ответственность еще больше. Потому что впереди многие годы. Я поймался на мысли о том, что студенты этого года, они говорят, господи, 25 лет, нам еще столько нет, нас еще не было на свете. И я задумался над тем, что ответственность вдвойне. Потому что они сегодняшние должны полюбить этот конкурс так, как мы его делали когда-то. И сегодня нужно быть в конъюнктуре времени. И, по-моему, нам это удается. Студент пятого курса ГДУ имя Франциска Скарыны, будучи гисторик Сергей Артеменко, уже выходил на сцену конкурсу. Справа была на первом курсе. Под финал учебы вырошил знову посправовать свои силы. Хочется такой дембельский аккорд, что ли, сделать и порадовать свой факультет. Он давно уже ничего не выигрывал такого крутого. Уходя жарабьевки, первый номер достался студенту четвертого курса физичного факультета. Андрею Осидченко. Скорее всего, придется задавать темп конкурсу, когда я буду выходить на некоторых конкурсах первый, получается. Ну, отстреливаться. И, как показывает практика предыдущих мистеров, тот, кто выходит первым, задает конкретно планку. И если ты лучше, то автоматом уже у тебя баллы лучше. Подчас конкурса удельники проставили свои литературные работы, раскрыли театральные таленты с первого саблением и сдевили музычными номерами. За разведцем падей сочила журы, у состава которого вышли вядомы у творчима сярудзи Гомеля «Леди». А про несколько годин была раскрыта и головная интрига. Титул вице-мистр завоевал студент геолога географичного факультета Игорь Кручков. Ну а мистром университета 2016 признанный удельник под номером 1 Андрея Осидченко. Александр Лупиненко, Максим Славин, телерадоэкомпания «Гомель». И об спорте. Стали вядомы переможцы и призеры чемпионату Следчего комитета Беларуси по волейболе. На протягу трех ден самая спортивная следчая з усёй краины спаборничали в Жлобине. Турнир проходил у мясцовым палацах гульнявых видов спорту. Протягнем Максим Савин. Команда усих областных управлений у города Минска а так само центрального аппарата Следчего комитета. За перемогу змагалися 8 коллективов. С поборницей по волейболе завсёды проходит сведовищно. Гэти вид спорта у Следчем комитете особливо популярны. Волейбол входит в программу круглогодичной спартакиады следственных работников. Ну, так получается, что среди остальных видов спорта это, наверное, один из самых любимых всё-таки. Ну, наверное, потому что он наиболее доступный. Он вид спорта, который, в принципе, человека делают гармонично, развитым и физически, интеллектуально. И традиционно к волейболу наиболее пристальное, наиболее значимое отношение в Следственном комитете. Фаворитами были спортсмены из Витебского региона. Яновы игровали титул чемпиона на протягу опошних трёх годов. На этот раз команда Витебского областного управления так само добралась до головного матчу. Пару склали спортсмены со столицы. До речи, это повторение минулогоднего финала. На этот раз следшие из Витебского региона во партой боротьбе отдали сопернику только одну партию. И завоевали четвёртый чемпионский титул «Запар». За бронзу змагалися команды Гомельской и Гродинской областей. Гэта гульня отрымалась не меньше напруженной, чем финал. Первый сет застався за гродинскими спортсменами, другие третий за гомельчанами. У четвёртым боротьба была ровная, однако у концовцы представники нашего региона змагли вырвать перемогу и стали владальниками бронзы. Первую партию проиграли, дальнейшие выиграли три партии со счётом 25-12, 25-15. Но последняя партия, конечно, немножко, так сказать, была напряжённая, 26-24. Таким чыным сенсации не здарылась. У паровнания с минулогодним чемпионатом со сталпьедыстала гонору не змянился. Максим Савин, Михаил Рабко, телерадиокампания «Гомель», Сажлобина. Новины региона, информацию об проектах телерадиокампании «Гомель» вы можете знать на нашем сайте у интернете по адресе www.tvrgomel.by. На гэтым выпуск завершен. Дякую за увагу и до новых сустречу эфиры. Редактор субтитров А.Семкин